Добрый вечер это Wall Street Online. Возобновляем еженедельные обзоры, была небольшая пауза и вернулись мы не с пустыми руками. Сегодня рассмотрим буквально основные параметры нового модуля Cluster Profile Professional, так как некоторые клиенты еще не привыкли к обновленному новому модулю. В двух словах покажу как настраивать привычный кластер. Ну это не так сложно, но буквально 5-10 минут мы потратим на презентацию этого модуля. Опять же новости на следующей неделе. Ну эта неделя была плюс выборы еще в штатах. Я думаю никто не лез в этот период в торговлю, потому что это была высокая волатильность и наблюдаю сейчас уже пост фактум что происходит после выборов Трампа. Такие-то банки радуются, ну Goldman Sachs больше всех и идет набор команды. В общем до инаугурации еще понаблюдаем. Ну как бы по мнению все так красочно как показывает Америка и я думаю скоро мы в отчетах банков за квартал это заметим. Посмотрим в какие будут изменения и по поводу нефти. ОПЕК тоже наделал много шума, так что очень много данных появилось и очень много чего нужно поразмыслить, прикинуть в плане позиционных таких таргетов. Ну в общем какая-то экономическая такая активность появилась и не только в Америке, по всей планете. Так, значит, на следующей неделе нас ждет в воскресенье, кстати, конституционный референдум в Италии. Понаблюдаем за событиями. Грозятся все в СМИ, что будет потихоньку каждая страна выходить из Евросоюза и пока еще подтверждающих источников нет. Помните, я вам говорил, что опрос экономистов каждый январь почитываю. Как раз в прошлом январе было написано, что Трамп будет президентом, хотя по предвыборным кампаниям было сложно очень тяжело представить, что выберут Трампа. Ну, в Америке никогда не выбирали женщин-президентов. Это было, в принципе, спланировано. Так, понедельник, 5 декабря, помимо важных отчетов экономических событий, всех приглашаем на открытый вебинар, где мы затронем Дельту, где мы затронем новые модули. И также в рамках предстоящего курса все про платформу Wolfix от А до Я, так как за осень много чего изменилось, добавилось новых функций и особенно полезно будет тем, кто только изучает платформу и объемный анализ. Чтобы сократить время на изучение и понимание, что и где как использовать, это будет очень полезно. В 19 или в 20.00, вот не помню. Ну, если вы подписаны на рассылку, вам обязательно придет приглашение. В Британии читается в понедельник по индексидуальной активности в сфере услуг и тоже по этой же активности, но в непроизводственном секторе читается Америка. Ну, понедельник будет такой более спокойный. Я думаю, просто за выходные могут какие-то события произойти и корректировка относительно уровня пятницы. СНП очень так интересно себя ведет последние 2-3 дня. Во вторник Австралия решение по процентной ставке. Ждут такой же процентной ставки без изменений и в среду ВВП этой же Австралии и решение по процентной ставке Канады. Это будет в 18.00. В среду можете себе поставить отметку, как важное событие, что по Австралии в 6.30 утра, правда, и в среду 7 декабря. 8 декабря по процентной ставке вопрос будет по Евросоюзу в 15.45. В общем, 3 дня процентной ставки. Волатильность запросто могут устроить. Как раз заканчивается декабрьский контракт. Осталось совсем немного времени и волатильность им только на руку. Так, помимо процентных ставок, еще из интересных отчетов нас ждет запас сырой нефти, опять же, в среду 18.30. Число открытых вакансий на рынке труда по Штатам, хотя на этой неделе они отчитались, как снизилась безработица. Ну, естественно, выбрали Трампа, сразу всем появилась работа. Четверг Китай, сальдо торгового баланса, ВВП Китая, ой, Япония, за третий квартал и пятница более-менее спокойно, если не ошибаюсь, по Штатам там тоже ничего особенного. На следующей неделе отчитывается Сбербанк, не пропустите, кто торгует этой акцией. По поводу Роснефти, я уже говорил, что нужно присмотреться, и она сейчас уже лидирующая с апреля этого года. Вот, и Газпром просто уже не успевает за такими и оборотами, и целями. Так что ориентируемся сейчас на Сбербанк и Роснефть, как лидирующие крупные компании. Походят слухи, что Газпром будет какой-то кредит брать по каким-то вопросам. Ну, в общем, что-то там не все хорошо. Так, идем дальше по... Посмотрим, как изменилась картина по акциям и Америки, и в принципе на планете за этот квартал. Как раз под выборы Трампа динамика может быть предсказуемой. По примеру, финансовый сектор, нефтяной сектор за 3 месяца, хомка немножко освежилась, и шеврон плюс 15%. Банков Америка 35% за квартал. Неплохо, я думаю. 22% от Wells Fargo слабенько, Citigroup 21. Ну, они по очереди делят этот пирог финансовый. И в этот раз кто-то больше, в следующий не поменяется. Ну, в принципе, по S&P 500, опять же, самая лидирующая отрасля и топовый финансовый сектор. Странным делом просел в технологический сектор, ну, не до гаджетов сейчас, когда идет такая историческая активность. И посмотрим, что на планете за 3 месяца произошло. Полностью зеленая фактически канада, буквально фармацептика просела там. А так, и Банков, Royal Bank of Canada, правда 6%, даже Петричайна, плюс 7%. Хотя постоянно в СМИ намекают на то, что там очень-очень остановилась экономика, немножко замедление идет. Но столько, сколько они производят продукции и товаров, я думаю, у них достаточно прочная подушка. Так, кто у нас тут так сильно просел в Бельгии? Ну, я думаю, сейчас начнет распределяться как-то финансовые потоки, власть. И к весне, я думаю, все устаканятся, более-менее будет понятно по общей картине, куда, в общем, будем тащить. Ну, очень в СМИ, в биржевых, подчеркиваю то, что выборы, выбор Трампа, это хорошо для финансовых банков. Это объяснимо, скорее всего, они его и проталкивали, и даже немножко сомневались, поставили специально оппонентам женщину, чтобы точно выбрали его. Вот, и свой человек теперь опять у штурвал. Поэтому для финсектора будет все, опять же, позитивно. Так, вроде как, как Маккейн, или как, тоже баллотировался на пост президента. И мы не выбрали, забыл фамилию, тоже на руководящую должность, вроде, уже назначили, я детально не просматривал, но как бы намек на то, что будет два управляющих. Один какой-то одной серой будет командовать, другой внутренний, для того, чтобы народ был спокойный. Вот, ну, в общем, какая-то интересная такая игра пошла. Вот, так, и сейчас посмотрим. И начнем с рейтинга. Напоминаю, что мы продолжаем награждать талантливых трейдеров, которые закрывают контракт положительно, а именно первые три места. В принципе, рады за все, кто смог в столь нелёгкий период, а именно осень, выстоять и остаться в зелёной зоне. Это уже отлично, это супер, это хорошо. Так, ну, вот такая вот у нас голд, противовесная, в основном все просели. Ну, кто уже столкнулся с, вернее, не столкнулся, а пользуется новым модулем Cluster Profile Professional. И, если какие-то моменты хотите спросить, как это настраивать, сейчас мы буквально 10 минут уделим. Сейчас мы пытаемся найти статистику по трейдерам. Итак, берем сентябрь 12, это для CME. По текущий день и сортируем по Total PNL%. Неизвестный трейдер, напомню, что мы не учитываем как первое место безымянных трейдеров. Долька, 92 сделка, 52 положительная, терпимая, нормальная рабочая серийность. Ну, самое главное, чтобы из 10 было 6-7 прибыльные. Так, а вот трейдер Anknow. Выше No Name, тогда уже написали бы. Серийность 84.13 и 219 сделок. И очень, похоже, много там было без убытков. Даже подозреваю примерно, почему. Надо смотреть. Nevada. Вот это достойно. 10 сделок, 8 плюсовой. Даже давайте посмотрим, мне стало интересно. По новому модулю не сложно все. Просто представьте ClusterChart, и появилась возможность комбинировать разного формата информацию прямо в профильном графике, соответственно. Буду в кодные смотреть, проводить исследования на S&P, на нефти, на золоте. Искать какие-то интересные новые модели, паттерны. Так как совмещать одновременно на одном графике и дельту, и количество сделок, и открытый интерес, и объем. Раньше нужно было 4 окна открыть, чтобы это сразу все видеть. Сейчас мы рейтинг озвучим. Nevada. Не открылся график. Уже сняли эту функцию. Можно смотреть сделки трейдера. Так. 3. Не знаю, как это звучит, но там 1000 сделок. Ник. Очень сложно прочитать, я даже не понимаю, что написано. Но 1000 сделок это очень много. Л-банк. Частенько лидером. Ну, как минимум в 20-ке появляется. И вот у него 77 сделок, и 36 плюсовые. Ну, неплохо, при такой серийности он на что-то месте. Вот этот аккаунт, с которого я сейчас провожу. Wall Street Online. На седьмом месте каким-то чудом оказался. И серийность ужасная. 10 сделок плюсовые, 20 убыточные. Номер телефона человек поставил 700 сделок. 700 сделок это сколько нужно времени тратить. Рынок не дает столько хороших моментов и моделей для входа и вообще ситуаций. По большей степени он дает возможность накосячить. Спартак. 39 сделок. Это уже выглядит получше. Активность нормальная. Вот еще один безымянный. 12 сделок, 8 плюсовые. Интересно было бы посмотреть, кто это. AlmRus. Вроде был в прошлом контракте. 200 сделок, 110 плюсовые. Неплохо. Разберем, посмотрим. До конца контракта, напомню, осталась буквально неделька. И уже потом идет экспирация по многим фишечным контрактам. 15 декабря и начнется мартовский контракт. Потом Новый год, Рождество. В общем, с января уже начнется мартовский контракт. Хотя американцы торгуют сразу после Нового года. Никаких гуляний. Американец 2 попадается частенько с хорошей. Динамикой. TheX. Новенький, но запомнился ник. Тоже были какие-то удачные сделки я смотрел. 225 сделок, 82 положительные. Очень похоже на Кноуттрейдер. Буквально разница в два удачных трейда. Alex01. Видел в чате есть. Поздравляю. 16 сделок, 11 плюсовые. Это достойно. В принципе, если не сложно, напиши по какому тикеру в основном были сделки на CME. Максимус тоже активный трейдер. И Alexstar. Молодцы, ребят, молодцы. 13 сделка, 11 плюсовые. Это, подчеркну, это ребята со Smart Volume Trading первого созыва. Молодцы. Так, Андрей разошелся. Раньше поменьше открывал позиций. Так, этот CME был. Сейчас посмотрим Фордс. Я думаю, Фордс интереснее всем. Кстати, кто участвует в ЛЧИ и даже успевает открывать там позиции. Ставим с 15-го. S&P, EUR, DX. Ни новых тикеров не добавлял, я так понимаю, да? Правильно, все правильно. Так, МИК. Что это за ноль сделок и он еще и первый. Надо будет разобраться, что там за позиции у трейдера были. Сейчас я запишу. Открытый нет. Дыма. Хорошая серийность. Надо посмотреть, какие сделки. И по каким инструментам. Неплохо. Если там 29 сделок, хотя бы 20. С хорошей показательной техникой. Можно будет даже рекомендовать инвесторам. Киса. Знакомый Ник. Три сделки. Все в точку. Янсен Пу тоже был лидирующим в ближайшие несколько контрактов тому назад. Ника Болт. Отличная серийность. Прямо. 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 Белой завистью. Завидую. Неплохие идут уже. Опять Алекс 0. Ох, у тебя силы. Хватает и Форд срывать. И СМЕ. Тоже хорошая серийность. Поздравляю. Ржусь. По золоту еще не смотрели. Так. Шидай. Вроде из новых. Не замечал. АМ старичок. Уже бывалый наш активный. Активный. 93 сделки. 52 плюсовые. Хорошо. Хорошо поработал. Балк. Ничего себе. Студент. 200 сделок. Хит 109 плюсовые. Ну. Молодой трейдер. Огонь в глазах. Вот. Будем надеяться, что вырастет огромный. Крупный управляющий. Котч. Девиз дел круто. Сима. Сергей. Ну. В принципе есть новый. Это хорошо. Стар. Не нравится. Нет сумасшедших прям таких аномальных отклонений по количеству убыточных и отрицательных сделок. Так что первая досадка заслужена в принципе. Кроме Мика надо посмотреть просто в чем там ситуация. Риксос 6 сделок открыл. Архитект. И это все знакомые трейлеры. Приятно конечно. Так. По какому-то тикеру отдельно будем смотреть. Интересно кому-то или нет. Там. S&P. Евро. Рубль. Да все красавцы. Молодцы. Приятно посмотреть. Нефть. Нефть какая. CL. Бренд. WTI. Бренд на Фордс. Их несколько. Бренд. Окей. Давайте посмотрим бренд. Так. Опять Алекс 0. Это февральский. Заинвальский. Алекстар. Алекс 01. Сейчас я вот этот колонку подвину. Хорошие сделки в маус варх тренируется видом. Так. 9 сделок. 7 плюсовое. Даже захотелось посмотреть. Что там за активность такая. Давайте бренд на Фордсе посмотрим. Который. Ну видите. Участников. Которые по таким тикерам торгуют не так много. В основном популярные все. Рубль давайте посмотрим. Это как раз актуально. И интересным. Так. Чем менее популярный инструмент. Тем на нем легче работать. В плане. Меньше разных. Стервятников. Обитает. Опять этот. Тикер. Чаще всего трейдеры выбирают из тех, которые на слуху. Есть такие тикеры как евро, рубль, евро, доллар. На Фордсе причем. Достаточно много интересных. Но нужно выбирать среди... Пропустил здесь этот тикер рубля. Есть. Так. Бенджамин. Знаем такого. Вернулся что ли. Давненько не видел. 170 сделок, 120 плюсовые. Круто. Если они все адекватные. Первое место по рублю. 100%. Fai Capital. Тоже неплохо постарались. 14 сделок, 12 плюсовые. Прям вот. Вот. Первую пятерку сразу. Командой в управлении. Виртуальный фонд. Дизель. 34 сделки. Немного. Немножко видимо поменял стратегию. Опять, Алекс. 0175 сделок сразу. Слушай, Алекс. Тебе уже нужно действительно дать. За вот такие заслуги. Уже после. Занятий. Везде. Как ты везде успеваешь. Только инструменты вторговать. Да. Медаль нужно дать точно. Серьезный фонд. Серьезный фонд. 2780. Интересно. Вытащил. Три сделки плюсовые. Ямаха 72. Знаем. Олежку. 19 сделок. Есть плюсовые. Неплохо. Неплохо. Сдержано немного сделок. Это хорошо. Котч 2 сделки. Опять коч. Было 8 сделок и 0. И тут 2 сделки и 0. Надо посмотреть. Двину еще в позиции. Как раз в покупочке. 8 сделок 6 плюсовые. Неплохо так держать. Алик Стар. Ну вот здесь тоже орден можно дать. 96 сделок. 62 плюсовые. Ну порадовали. Даже и балк тут. Ну первая двадцатка. Это хорошо. Самое главное не менять стратегии часто. Обычно трейдеры когда начинают искать новые стратегии. Это не нравится. Еще что-то. Это только будет ухудшать торговлю. Ника Болт. Голден. Арнович. Ну отлично. Мне достаточно нравится рейтинг. На самом деле я иногда просматриваю за год статистику. И достаточно много трейдеров которые каждый контракт закрывают в плюс. То есть они могут не быть в первой двадцатке. Но есть такие таланты которые каждый контракт на протяжении полтора-двух лет. Которые смотрел статистику. Каждый контракт в плюс закрыт. И это радует. То есть статистика по форексу что 95% трейдеров теряет. Попробую еще из работы на форексе. Когда все вокруг. Начиная от самой дилинг кухни. Заканчивая самим метатрейдером сделаны. В общем все способствует потерям. Еще пока не заключительный рейтинг. Поэтому дождемся экспирации. И тогда уже озвучим молодцов, талантов, лидеров и преуспевающих ребят. Периодически инвесторы обращаются за советом. Либо же кого можно взять в команду. Мы конечно рекомендуем. Прямо платформе можно посмотреть их работу. И тогда уже идет связь инвесторов с трейдером. Так что как только будут желающие воспользоваться управлением. Мы обязательно хороших трейдеров называем. Новый модуль 10 минут уделим и по настройкам, и по оптимальным вариациям его отображения. Итак, это гистограмма. Сейчас вы увидите, она состоит из двух профилей. Можно отключить. То есть, слева и справа идет такая... Сейчас я включу режим. Вот. Вертикально две гистограммы. Фактически два кластера. Можно их включить как два кластера. То есть, две колонки. Настройки каждой колонки левой и правой вы меняете здесь. То есть, вариации комбинирования информации. Объем дельта, дельта, процент. То есть, такая же... Список есть и по правой колонке. И можно комбинировать, анализировать и находить какие-то интересные паттерны. Проводить статистику, исследования и разрабатывать более эффективные стратегии. Это открывает огромные возможности. Потому что раньше нужно было очень много модулей использовать сразу одновременно. И держать это все в голове. Сейчас все на одном графике. Снизу гистограмма тоже используется сразу в двух формациях. Допустим, дельта, дельта, процент. То есть, можно сразу два варианта гистограмма отобразить. И еще и слева гистограмма, которую также можно настраивать и как дельту, и как объем, дельта, процент. Просто бит, аск, либо последний объем за какой-то период времени. Можно также справа здесь. Но она будет немножко места занимать. И, в общем, не переусердствуйте с количеством информации на метр квадратный. Виктор, достаточно интересное приложение. Допустим, я с 2008 года с Volfix практически каждый день. И обратите внимание на список компонентов. Основных, графических. Они все два слова. И тут прям как-то непривычно. Три слова названия модуля. Возможно, поменяем. Хочу также, те, кто сейчас пользуется платформой, до февраля на классы профайл в бета-тестировании. То есть, все какие-то баги, либо же несоответствия. Сразу пишите в техническую поддержку, чтобы они оперативно исправили недочеты. И сделали более четким и точным этот модуль. Также, по поводу названия. Можете не стесняться писать. Какие неудобства как раз три слова вызывают, не помещаются на экране. Это тоже, в принципе, рассматривается. Почему бы и нет. Так, значит, смотрите. Возможности модуля Cluster Profile Professional. Комбинация разных типов информации в одном профиле. То есть, на одном паттерне. Как вернуть старый кластер? Я сейчас покажу. Это буквально в два щелчка. И вы снова перед глазами видите старый привычный кластер. Я сам, на самом деле, вернулся из отдыха. Открываю Wolfix, чтобы посмотреть, какая ситуация. И вот такой вот модуль увидел. Минут 5-7 смотрел на него. Потом пока настроил. Это сейчас вы видите уже адаптированную. по цветам, по фильтрам. Но когда по умолчанию идет. И без настроек. Сразу так. Думаю, что случилось с Клацерчатом. Ну, на самом деле, ничего страшного. Есть сверх каких-то мощных изменений. В плане... Не произошло. Совместили в дельту. Совместили в профиль. Значит, профиль. Как типа отображения. Максимально удобный при диаграмме. То есть, график. И график формируется из виде профилей. Который несет огромное количество информации. Помогает очень быстро получать необходимую часть информации. Которую нужна для торговли. Допустим, у меня включена слева колонка. То есть, если разбивать каждый профиль. Здесь у нас объем. Справа дельта. То есть, мы сразу видим, где аккумуляция идет по объему. И какая там агрессивность была. Пайра, либо селера. То есть, раньше нужно было смотреть классер профайл. И в классер чарт сравнивать, прикидывать и уже анализировать. Сейчас это все. Вот два профиля. И я даже не смотрю количество и значение в цифрах. То есть, если я поставил фильтры. Я знаю, сколько там фильтров. И почему он красный. И почему он зеленый. Да, также еще хотел подчеркнуть. Есть таймфрейм. Это тот, который вот здесь. И есть второй таймфрейм. Неделя. Также, то есть, дополнительный профиль. Там можно посмотреть ядро дня, ядро недели. То есть, такие уже вспомогательные уровни. Больше масштабом. Какие есть типы. Объем, дельта, дельта процент. Просто бит, просто ask. Трейдс. Сделки. Максимальный тиковый объем. И тиккаунт. Значит, как сделать привычный классер чарт, кто просто жить без него не может. Вот показываю. Смотрите. Законите в настройки. И здесь профиль мод режим. Это в первую очередь нужно отключить. Чтобы не формировался профиль по данным, которые вы активируете. То есть, как только вы отключаете профиль мод, все профили превратятся просто в кластер. Ну, в колонки. Вот. Потом у меня отключена не функция, а как бы режим. А отображать количество значений. То есть, цифры и объема. Не всегда это удобно. Допустим, если масштаб 15 минут, 5 минут, либо там дневные. Смотреть каждую цифру нет необходимости. То есть, для мелких таймфреймах я включаю отображение. То есть, смотрю за бидаском, за потоком ликвидности. Но на таких таймфреймах можно отключить и не утруждаться. Это показывать, не показывать цифрами, сколько там объема, дельта, либо же открытый интерес. То есть, профиль без цифр. Очень удобно для масштабирования. Особенно, когда идет исследование, либо подготовка к торговой сессии, когда много двигаешь графики, переключаешь, смотришь. Вот, то есть, включаем и вуаля. Значит, сейчас стоит объем дельта. Мы включаем слева бид, слева ask. Вернее, слева бид, справа ask. Вот. Этот модуль сделан так, что как только вы выбираете вот эти типы данных, соответственно, в менюшке появится на них фильтрация. То есть, если здесь будет стоять дельта, процент и дельта, то по бид, лимитам, естественно, настройку уже вы не увидите здесь фильтров. Поэтому не пугайтесь, как пропадают, появляются. То есть, здесь будут появляться те фильтры, которые вы выбираете. То есть, другие, чтобы не заснять менюшку. Соответственно, и здесь тоже. Если здесь стоит объем, допустим, и трейды, то фильтрация будет касаться непосредственно общей гистограммы по тем параметрам, которые вы выставили. Если вы не хотите отображения, то берете и выбираете минус, и исчезает гистограмма. Это намного быстрее, чем в менюшке искать, отключить, включить. То есть, очень быстро происходит. И это не может не радовать. Так, в эту колонку справа я убрал, слева я всегда держу на дельте. Итак, привычный для нас кластер возвращается вот в таком формате. Значит, можно отключить X в этот вариатор. И почему оно... Мы видим сейчас достаточно такой разноцветный чарт. В Color Settings первые два поля отвечают за фон кластера левого, правого. Если он в виде кластера, то есть, сейчас они в виде кластера. Если в виде профиля, вы можете другой цвет выбрать. И можете сделать один, допустим, оранжевый, второй желтый. То есть, чтобы их как-то безумно отличать. Но я делаю серым, так как на сером фоне очень хорошо видны все оттенки цветов. И для фильтрации это просто практично. Так, значит, фонт это идет у нас шрифт. Что я хотел... А, бидаск лидер. Вы, наверное, заметили такую функцию, такой вот параметр. И даже в цветовых настройках он есть. Когда вы включаете в режиме бидаск кластер, то... Давайте будем так сделать. Лидирующий бидаск, естественно, подсвечивается указанным вами цветом. Ну, лучше ставить привычное и по фильтрам также посмотреть. Дельта лимит. Допустим, если я здесь поставлю аномальную дельту, то у нас будет по лидеру отображаться... Розовый, к примеру, и синий. Далее. Бид лимит, аск лимит. Это непосредственно фильтрация объема по бид и аск отдельно. То есть, это не дельта. Это, если вы хотите какие-то нормальные бид объемы увидеть, не разницу, как в дельте, а непосредственно просто бид, аск. Здесь четыре поля настроек. То есть, абсолютно широкий спектр. И мягкие фильтры можно ставить, и жесткие. Допустим, искать какие-то нормальные выбросы. Вот я убрал пока все фильтры. У нас остались бидаск лидер. То есть, это функция, которая показывает, распределяет, кто лидирует по ценам. И, соответственно, вы увидите... Ну, мне, допустим, такая расцветка неудобна, потому что красный и зеленый это уже навсегда. Поэтому тоже... Я показал пример, чтобы вы видели, что это именно бидаск лидер. Допустим, здесь вы видите, как лидируют у нас байеры. По идее, она нужна быть вот такой, расцветка. Можете в записи посмотреть Wall Street Online, нажмете на паузу на YouTube, просто скопируете цвета, и будет у вас точно такой же рассказ. Я все перепробовал. Оттенки, вот непосредственно черный фон, серый график, и на них можно наносить разные фильтры, даже вот такие темные, пастельные. Единственное, что... Такие яркие все пятна нужно немножко убрать. Так, вот мы видим рассказку уже в лидерах. Можно вообще убрать фон и оставить только необходимую информацию, даже фрейм. Будет только левая и правая колонка. Как будто прозрачная. То есть, кто как использует. Вот так можно сделать легко и быстро старый классер. Напомню, что не обязательно две колонки использовать. Вы можете использовать одну колонку, как удобно. И, допустим, пока будете привыкать, просто отключаете здесь минус и все. Ставите здесь, к примеру, объем. И будет только одна колонка с объемом. То есть, вы можете настроить его под себя максимально, так как вы хотите. Хотите старый классер? Окей. Отключайте ненужные гистограммы, и вы снова видите перед собой старый классер. Вернее, его... Тот облик. Вот, обликом. Хотите больше информации? Пожалуйста. Здесь это предостатки. Причем, даже я начну на выходных уже проводить разные исследования, смотреть, как можно это эффективно использовать. но то, что быстрее анализ происходит, то есть, сразу видна картина, и меньше модулей нужно использовать. Это тоже хорошо. И дельта видна, и открытый интерес. Да, кстати, кто растерялся и на барном графике не может найти кнопку открытый интерес, она в настройках тхист, open interest, open ent, то есть, эту кнопку просто принесли в общий список параметров нижней гистограммы. Включаете open interest, возвращается, опять же, открытый интерес на свое место. Все. В принципе, понятно. Если будут вопросы, пишите в поддержку. Так. Затянули немножко, согласен с презентацией. Я думаю, те, кто пользуются минимум там 2-3 месяца платформой, разберутся. У кого будут вопросы, пишите в поддержку, в education. Вам помогут в скайпе обязательно. S&P. Итак, у нас, мы видим, вот такие волатильности происходят, когда выбирают Трампа. И вот такие сейчас, коррекционные моменты на самом максимуме 22,00 идут с повышенным объемом два дня. Здесь сейчас применяется режим среднего объема, сравнение последующего бара с определенным количеством предыдущих и устанавливается средняя ликвидность. вот если она выше, предыдущая в сессии, подсвечивается белым цветом. Итак, открывали позиции до определенного момента. Это было до 27 числа. и эта вся неделя, кроме среды, была на фиксацию. Опять же, напомню, что осталось буквально полторы недельки до экспирации, и на этой цене в числе, кто закрывает там позицию, я бы тоже был. Поэтому неудивительно, что там идет фиксация. Единственное удивительное, что она не идет аномально. То есть, как здесь, к примеру, в начале контракта сбрасывали. Ну, в общем, плюс еще совпала в Черная Пятница вот эти распродажи в супермаркетах перед Новым Годом, Рождеством. Экономика немножко получила потребительских долларов, поэтому тут я предупреждал еще, что бонусы будут. в принципе, даже неплохие. Фиксация идет. Давайте посмотрим на... У нас кластер профайл пока не будет не будут убирать, поэтому не переживайте, он останется в платформе. Я сам хочу, чтобы его не трогали. На нем очень удобно объемные массивы устанавливать. Пока будем привыкать к новому модулю, кластер профайл будет на месте. Итак, уровни, которые могут остановить корректировку. 79-84, потом идет коридор 66-74. Ну, как по мне, могут еще удерживать на верхушке до инаугурации. Она там в январе, кажется. и там уже будем смотреть, какие начнутся действия у Трампа после инаугурации. Пока у него такая сейчас активность общественная. Поздравления и встречи. Я представляю, сколько нужно людей встретить за такой короткий промежуток времени и решить очень важные вопросы, обсудить. Да, публичность это очень тяжело. Так, 30-го и 1-го 2 миллиона 130 и 1 миллион 900 наоборот за торговые сессии. Как раз вы видите динамику на шорт. Вполне может быть, что в следующий четверг либо же другой день на следующей неделе. Но на такой цене почему бы нет. В принципе, это не имеет смысла держать еще дальше позицию, если вы еще и на фьючерсе стоите. допустим, спае, там, конечно, можно еще стоять. ядро контракта 2120 по 2142. Пока мы достаточно ушли от этого коридора и еще несколько уровней поддержки, поэтому 2150 это уже будет контрольная цена. То есть это последний рубеж будет преодолен, тогда уже понятно, что у байеров проблемы и начинаю сбрасывать фондовый. как помните, я ждал, что будет все-таки сыпаться рынок осенью, процентные ставки плюс выборы, все начнут бояться сбрасывать, но как видите, они разыграют такую карту и даже чуть росли. Похоже, все было сквачено и трамп не случайно. Поэтому свой человек значит будет дальше играть в ту же игру. и вот самый нижний объемный массив 20.85 21.00 контрольная точка для следующего мартовского контракта, с ним могут побороться, пробитие этого коридора можете зафиксировать себе на покупках, можно пока остановиться. Два дня просели, пятница стоит в коридоре, вполне может продолжиться динамика на коррекцию 74.84 пробовать заходить контртрендово или нет дело ваше, но тут как бы с учетом того, что скидывают позиции перед экспирацией, лучше было бы поработать на поиске каких-то точек на шорт, тем более шарты проходят частенько легче, быстрее, покупать уже на максимуме контракта за неделю до экспирации лучше отдохнуть. Так, позиции фиксируют давайте посмотрим на новом я его настраивал а теперь еще снова настраивать ну ничего страшного сейчас так мы отключаем так 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 тоже отключим гистограммку снизу добавим и все уже есть так там уже понятно что инаугурация есть option desk я его еще не я его не даже не принимал участие в разработке всех нюансов по option desk лучше техподдержку напишите пока он в таком тестовом режиме стоит желающих опционы торговать не так много и есть интересные значения по поводу как выглядят профили в первую очередь зайдите в настройки в волюм рейндж профиль можно формировать с помощью настроек параметров и по трейдам и по бидаске по дельте и по объему поэтому здесь в первую очередь настройте аранжировку и у вас профиль будет намного приятнее смотреться и читабельнее поэтому если без волюм рейндж он может быть таким не информативным так как есть объемы крупные есть объемы которые сравниваются и если они не сочетаются то нужно ставить по волюм рейндж то есть вы как бы ограничиваете формирование профиля и таким образом он более объемно выглядит так первое число у нас был хороший шорт вернее агрессор на продажу и сейчас я добавлю цвет белый все 39000 контрактов на селере и 12 ну вот такая хорошая массивность 2195 2198 возьмите на заметочку 2195 понедельник вторник если байеры не смогут набраться сил и толкнуть выше этого коридора с покупками подождите тоже была активность 17000 контрактов в районе 22.06 22.04 возьмите в качестве сопротивления и вот участок где были постоянно байеры то есть 9 числа по 17 каждую сессию заканчивали победой байеров и по дельте и по динамике 279 по 64 одна из поддержек очень объемно просматривается дельта массив на покупку и 273 78 то есть коррекционный момент вот до первого поддержки посмотрим как будет среду там с процентными ставками там их 3 вторник 3 четверг ну в общем неделя будет не из легких лучше уделить внимание семье чем лезть в этот сыр боров предновогодний с процентными ставками да еще после опек и трампа за неделю до экспирации это будет лишнее вот так это вот уровень поддержки и сопротивление соответственно если на неделе не смогут даже 20 98 протолкнуть все прекращайте покупать и рассматривайте как возможный коррекционный момент в принципе сэнпи за год отличненько так прошелся наверх идем на физик седакции буквально бегло я не спорю михаил опционы хорошо либо плохо так как в квалификации такой прям чтобы дискуссировать по опционам я не не получил еще не изучал их так детально чтобы утверждать какие-то вещи поэтому даже не делаю это опционы то есть фьючерсные контракты производные на фактически инструменты для хажирования реального товара услуг опционы уже инструмент хеджирования фьючерсов то есть производная производной там можно потеряться ну в плане много параметров и нюансов и тот же самый фьючерс только легче нужно варьироваться времени ориентироваться в понимании вообще волатильности то есть так все здесь отлично ну в принципе офис x также и даx ведет себя на коррекцию единственное здесь 3065 не пробили и тут даже два раза тестировали была даже дельта на покупку и вот этот коррекционный момент идет на слабой дельте на продажу то есть не нормальная а даже небольшая дельта на продажу то есть вполне могут еще попробовать покупать как раз поддержка в районе 3000 еще осталось и на следующий будет понятно если там евро зона понизит процентную ставку либо что-то там ведут новые какие-то печатные станки как раз в четверг ЕЦБ по процентной ставке считается это может дать еще триггер на рост европейских фоновых рынков DAX как видите на индексе DAX дельта сегодня идет непосредственно по агрессорам то есть они уже откорректировались порядка пяти сессий в отличие от FESX и S&P и вот покупатели до сих пор присутствуют скорее всего будут пробовать еще заходить до четверга подождем по DAX у нас контрольная поддержка совсем близко мы уже фактически преодолели середину коридора но все что не то чтобы успокаивает но еще не такой уж и армагеддон то есть это продаж достаточно спокойном по волатильности ритме в отличие от вот таких движений то есть аккуратно сползают и похоже собирают всех мелких в общем если вернется на 10 700 10600 в этот массив это ядро могут толкнуть до 10800 если будут на то причины пробитие 10 230 10300 уже отмена покупок и будем рассматривать распатались тут прям целая площадка даже в общем нелегко выйти за 10 800 на даx ртс все кто не успели услышать свой тикер либо нет возможности на ютюбе обязательно посмотрите запись наш контракт отключим и так не может не радовать столь уверенная динамика индекс ртс и это хорошо так давайте отметим интересные уровни с 24 по 15 числов участок были в основном победители амбайры и 30 числа возобновили свою активность давайте посмотрим на фоне кого объем это было 30 тысяч дельта почти с миллиона за день комбинирование дельты относительно какого объема появляется дельта то есть можно увидеть 50 тысяч контрактов дельта и она будет с небольшого объема сформирована может быть с большого объема и это очень важно проводить такие исследования для оптимизации своей торговли чем больше изучайте свой рынок тем больше находите интересных лазеек и прогнозировать в виде закономерности это так уж и сложно так поддержка которая на 103 200 102 900 тут положили достаточно неплохо объемов направить контрольные точки там всегда сложно расширить коридор и не падают два дня еще и дельта на покупку в конце недели в общем 103 800 104 если не пустят байер ниже будем пробовать пробивать 105 500 держится молодцом два дня стоят на максимуме контракта без каких-либо даже волатильных таких прострелов на шорт спокойно твердо собирают похоже всех селлеров ликвидность относительно контракта отлично так по открытому интересу РТС у нас вчера открывали сегодня фиксируют отлично скорее всего на опек прокатились и начнут фиксить ну в общем поставьте контрольную точку 303 780 пробитие минимума пятницы подтвердит фиксацию но фиксации как таковой аномальной нет то есть на пике открытый интерес стоит если бы ушли ниже показателя 720 715 710 вообще за 700 в зону 600 тогда еще можно было бы бояться так на максимум количество открытых позиций то что красным маркируется просто чуть-чуть меньше открытого интереса чем предыдущий паттерн тоже учитывайте потому что некоторые сразу думают армагеддом все сбрасывают позиции и торгуют совсем не так как нужно вот как раз я хотел этот момент посмотреть на 15 минутом таймфрейме так и есть тут вот два таких плотных массива причем по одним ценам сработали и вечерка прям там видите на 105 не боится совсем размещаться на всякий случай выделите вот прям 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 вот фиксация прошла сессии это может сигнализировать фиксацию интродейщиков на всякий случай перепроверим сейчас на мелком таймфрейме те кто торгует ртс учитывайте такие моменты это все очень важно то есть вернее не очень важно а даже такие нюансы мелочи дают информацию да тут фиксировались видите спрыгнули открывать кровать квали и потом ну по крайней мере рабочий режим удержали то есть не все вышли вот на ночь оставили еще какие-то позиции ну отлично посмотрите по дельте какие там позиции оставили и вернемся на 15 минут таймфрейм тут поддержка 104 640 тут промежуточная сегодня сформировалась загрузка на покупку возьмите на всякий случай если будут корректироваться то внимательно на этот коридор на этой неделе еще стоит отметить уровень который сформировал ртс в среду 103 150 102 750 очень неплохо сформировали уровень и на штатах еще до загрузились и самый минимум и ядро недели 101 650 100 750 рубль USD RUR особенно на валютном рынке комбинировать сразу столько информации очень интересные паттерны моменты уже заметил и на индексе доллара и на рубле так дельта на этой неделе 30 числа было 200 тысяч контрактов с объемом почти 5 миллионов здесь плотно сработали 64 565 возьмите в качестве сопротивления сейчас мы подтвердим ну перепроверим это на споте были ли там такие активисты но вот тут начинает смущать всех похоже вот этот левел 63 750 уже 3 1 каким-то образом разворачивают котировку но я думаю тут чисто технический анализ срабатывает возможно какие-то идут специальные ограничения вот еще массив хороший на 65 500 65 750 и на спот сейчас заглянем по открытому интересу где он там на российском рынке так как он по сравнению с американском молодой считается еще не все арбитражные пары уничтожили арбитражники высокочастотники и даже на рубле можно статистический арбитраж торговать аккуратненько тихонько пока есть еще лазейки так здесь фиксируется потихонечку вот все что открывали это было здесь и вот пока видите здесь неуверенность какая-то на рынке то заходят и выходят даже нет там 4 3 дней подряд чтобы постоянно открывали позицию поэтому что нет уверенности что с ты нефтью будет с опеком скорее всего на следующей неделе могут уже потихонечку пробовать но хотя там процентные ставки вряд ли сразу так аномально зайдут ну уже радует 30 числа неплохая дельта прошла давайте посмотрим да 64 500 64 750 возьмите на заметку вполне могут сдерживать рост так ликвидность в принципе тоже была неплохой на этой сессии на снижение корректировка идет неуверенная то есть нет такой агрессивной динамики на обратную и дельты там в принципе такой нет поэтому присмотритесь могут вполне в пандиректорных попытаться отработать евро а спот спот нужно посмотреть обязательно ну это первый источник для счастного контракта на пару доллар рубль поэтому если торгуете сишку то обязательно смотреть спот сейчас он подгрузится красавец да смотрите практически даже ушли в красную зону 43 тысяч контрактов по сравнению с вот этими тремя подряд сессиями набором байеров отлично отлично вполне есть шансы давайте посмотрим где там они не забывайте сочетание цветов и восприятие очень важно если вы на волюм лимит теперь поставить в красный цвет на фильтрацию а рядом дельту то вы будете путаться и неправильно анализировать информацию поэтому рекомендую синим цветом фильтр и устанавливать на таком на комбинации объем дельта чтобы не путаться красный и зеленый вот эти две цены 64 700 255 это на споте там были как раз селеры даже попробую посмотреть сколько там было так здесь у нас 300 тысяч и 63 два раза дельта выше 30 тысяч контрактов 27 тысяч контрактов здесь на целере 18 здесь 23 на 64 40 и 23 23 может быть ли ну коридор 64 75 64 55 мониторте понедельник могут не пройти что в принципе можно будет констатировать как защиту включаем цифры и теперь можно масштабировать как угодно так сопротивление здесь а поддержка тут прям вот рядом начинается 6 340 и до 6370 это на споте в сейчас это уберу так идем дальше евро на евро технично начала дельта формироваться раньше был такой просто винегрет сейчас если продают так продают если покупают так пытаются хотя бы дельта на покупку раньше через день такая дельта была по крайней мере это я ее торговал она была самой популярной валютной пары ну и сейчас в принципе так тут по фильтрам сразу без промедления берем дельта массив на 065 0 65 а именно вот этот участок по сути уже раз пять пытаются 0 68 толкнуть на покупку но все никак не решится и плюс еще пошла дельта на этой неделе на шорт процент ликвидность сейчас посмотрим какого уровня ликвидность ну уже четвертую неделю идет немножко повышенная относительно средней ликвидности за этот контракт и стоять вторую неделю на одном уровне ну похоже ждут процентной ставки на следующей неделе если там что-то поменяется они уже будут на готове вот такая активность была на минимуме предсказуемо но вот такая была активность в районе выборов трампа тут прям видно этот массив селлеров даже без инфракрасного излучения 105-114 более плотно можно захватить 1075-114 на этом контракте будет одна из ключевых уровней сопротивления ну и нам а на максимуме само собой там без без даже не задумываясь так он нефть рубль те кто есть в чате как какую марку нефти вы мониторите на одну оцениваете анализируете чаще всего какой тикер так что это у нас это у нас фунт должен быть после такой затяжной фиксации еще пока не смело себя веду 28 как какой-то шпаленный уровень боятся ли его что ли в общем пока никто не открывает особо много позиции но и не сбросили со счетов фунтяк посмотрим что там у нас по дельте даже пытаются да смотрите даже стоит выделить один диапазончик вот он кто-то уж очень точно бьет по одному коридору это с 24 05 24 55 и даже вроде есть какие-то результаты на три сессии толкнули выше причем после этого движения сегодня дельта еще 400 контактов на покупку интересно 25 45 торговая сессия была на роста дельта на продажу посмотрите на 27 насколько легко им будет пройти уже второй раз подходит если не третий контрольный массив поддержки вот такой один из важных которые желательно удержать байером это 23 или 22 3 15 и его если пробьют уже потом покупать не нежелательно индекс доллара на сотке болтается и это и это правда индекс доллара всю неделю фиксили причем фиксируют а он стоит на месте круто вот это маркет мэкеров если не ошибаюсь начали называть вот там узких кругах дизайнерами рынка ну крупных банков которые торгуют как торгуют действительно дизайнеры рынка круто на 6 сессий подряд идет фиксация кировка стоит и посмотрим сейчас подойти что же там за активность то она еще и не однотипная одна сессия вот 3 500 1400 2 700 понятно почему стоит кто-то там все-таки балуются покупками сто один так вот у нас продажи были ну фактически если продают сто сто семьдесят пять том как минимум коррекционный момент здесь не помешает и покупать прямо на этой макушке за полторы недели до экспирации будет не особо разумные решением единственное если там all-in и будь что будет с плечом 500 тогда это уже не торговля так ну вот такая динамика на индексе доллара и теперь все ли бренд и кстати не стесняйтесь в начале волстит онлайн предлагать ее поочередно стикеров я просто по привычке иду по списку у меня в market watch выставим список и я тикер за тикером включаю мне не как бы порядок не важен просто что в списке так я так и выключаем 7 по поводу по поводу бренд и лайтсвит крутой на допустим оборот если брать в объемах оборот сель лайтсвит крутой и бренд здесь миллион оборот был допустим от 30 числа она бренд помимо этого марка бренд пока еще является как бы для как бы вообще в обороте в использовании но он том море в котором аж его добывали его практически уже мало там буквально полпроцента либо же процент от общего даже меньше процентов общей добычи и она осталась просто как называется свадебный генералами как там ну чтоб те кто в по старинке работали так на него ориентируются хотя там ее мало добывает и она уже не ориентируя присмотритесь к сель там и ликвидности больше там мы мы видели сколько почти миллион здесь четыреста девятьсот тысяч на сель больше оборот идет WTI которая вот миллион девяносто две тысячи поэтому ориентироваться то есть на том инструменте где больше ликвидности вот как раз не настраивал я бренд покажу вам как воле бренд работает чтобы настроить параметры профиля и было приятно смотреть нужно установить два значения границ допустим мы берем три пятьсот и тридцать пять тысяч это для объема видите немножко и то же самое воле маринч включаем и ставим для дельты параметры тысяча и три пятьсот вот так вот откорректировали и теперь у нас четко видно фильтры значение я не рассчитывал только что в голове какие-то сложные математические формулы боже упаси просто на глаз ставите границы первое значение минимальное и в районе крупного и тогда в профиль вот так вот хорошо формируется потому что если ноль и максимум то они обычно тонкие идут все так ликвидность у нас дельта проценте отрицательная хеджирует ох ты массив хороший очень хороший массив это сорок девять пока не сель будет выше сорок восемь двадцать пять сорок девять у нас есть шансы на продолжение динамики на север как только сорок восемь начнут пробивать нужно внимательно смотреть за продавцами ну на покупку уже нежелательно работать бросили нормальное количество объема причем это уже второй массив по приоритету на этом контракте и вот такие две сессии тоже немало объемные стоят прям на пятьдесят второй и и посмотрим сейчас на других марках какие там идут дельты потому что здесь пока идет пятьдесят один пятьдесят пять со стороны продавца так пятьдесят один пятьдесят пять неплохой массив и достаточно присмотритесь к этому коридору котировка на максимуме после такого движения просто так стоять не будет то есть там есть покупатели и мы проверим это на других марках если w крут санкт-петербургская биржа потихонечку развивается кстати те кто бывалые уже немножко скучают по каким-то новым торговым инструментом в мониторте петербургскую биржу какие-то появятся инструменты которые еще не захватили толпой и там можно найти какую-то лазейку и спокойно по объемам на новом инструменте как минимум там квартальчик поработать какая тихая гавань пока все разберутся что он есть вы уже там сможете что-нибудь заработать тут дельта понятное с этим днем тоже ясно при таком расширении там точно будет много стопов байеры которые заходили здесь фиксируются и самое интересное в пятницу снова дельта на покупку то есть не фиксят а дальше продолжают работать соответственно это если покупают то они будут по всем маркам бить одну и той же картой поэтому вот таким образом можно получить подтверждение если на другой на другом инструменте нет какой-то информации либо нет возможности его анализировать пятьдесят один семь до загрузка пятьдесят два сорок первая точка которую в принципе можно пощупать в качестве возобновления активности байеров потому что здесь сразу покупать точно опасно пускай откорректируется либо на пятьдесят один либо на пятьдесят два тут как раз они неплохо оставили объемчиков и главное чтобы не ушли ниже 50 потому что там уже будет край так по золоту еще и будем заканчивать марок на самом деле ну хватает просто вот такие самые известные есть и там саудовская какая-то я еще так далеко не изучил эти марки но бренд практически небольшой процент добычи просто как дань уважения я не знаю но не бы он уже не является большим бенчмарком точно у вас виктор особое отношение к этой валютной паре да хорошо так открытый интерес по золоту сумасшедший рост открытия позиций даже даже интересно посмотрим на за 10 месяцев сравнение проведем насколько активно сейчас заходят в золото автоматически автоматически устанавливаются маркеры начала контракта и во первых позиционирование точки относительно всего графика у нас идет пробитие минимума причем такое достаточно опасное и такой резкий шорт выходили жестко и так у нас идет возобновление позиции начали открывать 29.11 скорее всего смена контракта кто помнит по золоту когда экспирация у них там своеобразная цикличность фиксации блин экспирации три дня открыли позиции поэтому вот эти точки нужно сейчас под дельте еще посмотреть ух ты вот так вот там где открывали позиции там все на красных копьях сформированным поэтому похоже что еще не успокоилась золото подождите пока сформировать площадку пока покупать точно не самое лучшее время с такими данными ену я не настраивал я так дельта открытый интерес с 27 числа только открываем позиции а дельта объем неплохой дельта на покупку позиции открывают поставьте на 896 триггер и сегодня видите как ну по сравнению с 29 числом фактически идентичная активность по дельте ликвидности меньше в пятницу каким-то особым интересом пользуются у байеров 8806 у них восьмерка там вроде как волшебное число у японцев не суть так затянул я сегодня в принципе мы рассматриваем модуль но не буду вас задерживать сейчас буквально на классе профайле посмотрим иену и по умолчанию уберем эти фильтры здесь ставим синий а здесь светло-серый и так буквально сейчас быстренько посмотрим и и я буду с вами прощаться до 5 числа приходите на вебинар поделюсь тем что исследовал на выходных и все равно приболел буду лечиться весь в исторических данных ну здесь вот такая собственно дельта ну я всегда отказывался ее торговать даже когда мне предлагали уже готовые какие-то решения и мне почему-то иен оказалась загадочной но и сейчас кажется загадочной вот такая активность по дельте и вот какой-то нормальный 877 сложно сказать что там ну по крайней мере 6 дней подряд открывает позицию в этой точке еще опасно покупать пускай вернуться на 88 96 но к началу массива что покупали они ну вернее открывали позиции с этой точки с этого дня если возвращаются в эту же точку то по большей степени это были байеры им же не особо интересно сидеть в убыточной позиции а так в принципе открывают потихонечку уже с выборов трампа видимо у них договоренность какая-то и он их трогать не будет ну и они его собственно либо напечатать еще кучу денег всем спасибо что пришли что выдержали полтора часа обзора трейдерам по публичном рейтинге все кто хорошо поработали в этом контракте так держать еще 4 контракта как минимум не сбиваться с поставленных целей и до следующего сайт онлайн хороших выходных всего хорошего до свидания пока